Особняк, в котором мы находимся, был построен архитектором Григорьевым в 1817 году, когда Москва отстраивалась после катастрофы и триумфа 1812 года. Как раз в том же году началась Кавказская война, когда Россия вознамерилась присоединить к своему владычеству средства Грузии, которая уже была вместе с Россией, и Дагестан, и Чечню. Я думаю, что русское начальство, одновотворенное победой над Наполеоном, предполагало, что подставить под свой контроль горцев будет не труднее. Однако Наполеонская армия была изгнана из России до конца 1812 года, а Кавказская война, начавшись в 1812 году, продолжалась в 1817 году, начавшись, продолжала с и в 18, в 19, в 20, в 20, в 20 год, в 30, в 40, в 50, в 60, и закончилась только в 1864 году. Не знаю, возможно ли подсчитатели были подсчитаны потери с обеих сторон, но за эти десятилетия, конечно, потери были немалыми. в Дагестанском сражении, о котором будут идти речь в частности, в главе, которую я буду читать, говорится в документах, что в этом сражении, в одном сражении, потери русских составили 3600 человек. Руководителем Кавказского сопротивления, руководителем военно-театротического государства на Кавказе, в то время был Шавиль, это легендарная фигура. Правой рукой Шамиля был Хаджимурат. Вот тот самый Хаджимурат, который стал героем повести Ивана Николаевича Толстого, имя которого вынесено в заглавие повести. Хаджимурат был кавалеристом, очень смелым, дерзким человеком, непривимым. Дрался он отчаянно, победно, и в конце повести Хаджимурат он погибает, пытаясь уйти от русских, к которым он добровольно вышел и предложил свое сотрудничество, пытаясь уйти обратно к своим. Горьцим, иди в горы. Хаджимурат, выйдя к русским, предложил свою помощь в больне с Шавиль. Это неслыханное было за мной. Чтобы кавказский человек изменил своим. Это было совершенно даже экстраординарно. Русское командование на Кавказе, наместником Николая Первого, императора российского, был граф Воронцов, тот самый, о котором еще писал Пушкин, и под началом которого, вот присмотром которого Пушкин находился на юге. Так вот, прошли годы, граф Воронцов, приятеннейший, и один из богатейших людей России, возглавляет ставку в Тифлисе. Была его штаб-квартира. И он пишет, приняв Хаджимурата, Хаджимурат был принят как гость в доме Воронцова, новой резиденции. Сын Воронцова сидел на коленях у Хаджимурата. Хаджимурат сделал ему подарок. Воронцов написал «Развернутое винное донесение». По службе полагалось ему сноситься с министром, военным министром российским в того времени графом Чернышевым. Это, между прочим, тот самый Чернышев, который был блистательным разведчиком до 1812 года, разведчиком военным, он был военным анташе при российском посольстве Париже. Он прекрасно знал Наполеона и пользовался своими связями для того, чтобы добывать Александра I самую секретную военную информацию. Так вот, теперь этот Чернышев, поставивший, естественно, военный министр российский, ему и пишет Воронцов, что делать с Хаджимуратом. Воронцов считает, что этот выход Хаджимурата нужно использовать в интересах российских. Хотя в голове у Хаджимурата никто не был, что на самом деле он преследует, какие цели, непонятно. Может быть, в цели безопасности стоит его отправить в центр России как пленного, но в то же время очень соблазнительно использовать его именно в военных действиях против горцев. Это донесение было послано из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового 52 года Фильдегерь, занав десяток лошадей и избив в кровь десяток имщиков, доставил это донесение военному министру князю Чернышову. И 1 января 1852 года Чернышов повез к императору Николаю I в числе других дел и это донесение Воронцова. Чернышов не любил Воронцова. И за все вщее уважение, которым Воронцов пользовался, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышов все-таки парня минут. А главное из-за особенного расположения императора Воронцова. И потому Чернышов использовал всякий случай, сколько мог вредить Воронцову. Он намеревался теперь представить в дурном свете распоряжение Воронцова о Ходжимурате. Чернышов намеревался убедить Николая, что Ходжимурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам, и что лучше отправить его в Россию. Но плану, этому плану Чернышова не суждено было сбыться, поскольку в это утро Николай был особенно не в духе и не принял бы какого бы то ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия. Было пламя на десятку, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый бородатый кучер Чернышова в лазоревой шапке с острыми краями, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю кучеру князя Долгорукого, который, садив своего барина, давно уже стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зап, вожжи и потирая озявшие руки. Чернышов был в шинель с седым пушистым бобровым вродником и треугольной шляпой, надетой по форме. Откинув медвежью полость, Чернышов осторожно выпрыскал из саней свои озявшие без калош ноги, он гордился тем, что не знал калош. И, бодряс, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь шмейцар. Скинув передние на руки подбежавшего старого камерлакея шинель, Чернышов подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Глядя на себя в зеркало, он привычным движением старческих рук подвил бакенбарды и хохол и поправил крест аксельбанты и большие с вензелями и полеты и слабо ступая плохо повинующими со старческими ногами стал подниматься вверх по ковру отловой лестницы. Пройдя не востоявших в парадной форме у дверей подовосрастно кланившихся ему камер лакеев, Чернышов пошел в прием. Дежурный, вновь назначенный флигель Адьюдар, сияемого мундировок с эльбантами и полетами и румяным еще не истасканным лицом с черными усиками и височками зачесанными глазам также, как зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, со скучающим выражением тупого лица, упрашенного такими же усами, висками и бакенбарами, как носил Николай, поднялся навстречу Чернышову и поздоровался с ним. Елена меня дала дала обратился Чернышов к фигели адъютанту, вопросик, но указывая глазами на дверь кабинета. «Саможестэ, вьен гампэ», — очевидно, с удовольствием, слушая звук своего голоса, ответил в ригель архитатый, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери, и всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью. Долгорубкой между тем раскрыл профиль, проверяя находящиеся в нем бумаги. Чернышок же накмолившись, прокаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что нужно было доложить императору. Чернышок находился подле двери кабинета, когда он вновь отворился, и еще более сияющий и приветливый флигель архитатом жестом пригласил военного министра и его товарища к государю. Николай в черном мундире без эпуалет с полупогончиками сидел за столом, откинув свой огромный стан, туго перетянутый по отросшему животу, и неподвижно, своим безжизненным взглядом смотрел на входящих. Длинное белое лицо его с огромным покатанным бомбом, выступавшим из-за приглаженных песков, искусно соединенных с париком, прикрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его всегда тусклые смотрели пустлее обыкновенного. Шатые губы, подзагнутыми кверху усами и подпираемые высоким воротником, отжиревшие свежевыбритые щеки с аккуратно оставленными правильными колбасиками бакенбард и подприжимаемый к воротнику подбородок, придавали ему лицу урожение недовольства и даже гнев. Причиной этого настроения была усталость. Причиной же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно прохаживаясь в своей кулергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся к его огромной самоуверенной фигурой публикой, Встретил опять ту самую маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей телезной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил его. Он повел в люфту специально для этой цели, державшуюся в готовности, ложу, где он мог наедине остаться со своей дамой. Молча дойдя до двери ложи, Николай обринулся, отыскывая глазами капельдинеру, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь, пропуская вперед себя свою даму. «Лякер Кюнмен, здесь кто-то есть?» — сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была заметна. На оборотном диванчике близко друг к другу сидели уландский офицер и молоденькая, хорошенькая, белокуро-пудрявая женщина в домино с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и нервную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уландский же офицер, остолкенев от ужаса, не вставая с дивана, смотрел на него остановившимися глазами. Как не привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятел. И он любил поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так он поступил и теперь. Ну, брат, ты моложе меня, сказал он окоченевшему от ужаса офицеру. Можешь уступить мне место. Офицер вскочил и бреднее, краснее, согнувшись, молча вышел за маской из ложи, и Николай остался один со своей датой. Маска эта оказалась двадцатилетней, хорошенькой, невинной девушкой, дочерью шведки-губернатки. Она рассказала о Николаю, как с детства еще по портретам влюбилась к нему, боготворила его, и решила, во что-то дали встаться, не стала добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она сказала, ей ничего больше не нужно было. Невица эта была сведена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа. Когда в эту ночь он вернулся в свою комнату и лег по свою узкую жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал, как и говорил, столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испугно восторженное белое лицо этой девицы, то могучие пышные плечи своей обычной любовницы Нелидовой, и делал сравнение между той и другой. О том, что распутство женатого человека нехорошо, ему и не приходило в голову. И он бы очень удивился, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступает как должно, у него все-таки осталась какая-то неприятная крышка, и для того, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его, о том, какой он великий человек. Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое огромное, сытое тело, и помолившись Богу, он прочел обычные с детства произносимые молитвы Богородицу, веруя ей Отче наш, не приписывая произносимым словам никакого значения, и вышел из малого подъезда на набережную в шинели и куражке. Посреди ненабережной ему встретился такой же, как он сам, огромного роста студент, училище правоведения в мундире и шляпе. Выдав мундир училища, которое Николай не любил за военнодумством, нахмурился, но высокий рост, старательная выкишка и отдавание чести с подчеркнуто вытыченным локтем ученика смягчили его неудовольствием. Как фамилия, спросил Николай? Полосатов, ваше императорское величество! Молодец! Ученик все стоял с рукой в шляпы, и Николай остановился. Хочешь в военную службу? Никак нет, ваше императорское величество! Вауран! И, вернувшись, Николай пошел дальше, произнося вслух первой попавшей со слова «Коппервейн, Коппервейн», повторил он несколько раз имя вчерашней девицы. Скверно, скверно, он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство внимания к тому, что говорил «Да, что была бы Россия, если бы не я», сказал он себе, опять почувствовав возвращение недовольного чувства, «Да что бы была не Россия одна, а Европа!» И он вспомнил Шурина, прусского короля, и его слабость и глупость, и покачал головой. Подходя назад к крыльцу, Николай увидал карету Елены Павловны с красным лакеем, подъезжавшей к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна была по нему воплощением тех пустых людей, которые рассуждали о политике, поэзии, науках и об управлении людей, воображая, что они сами могут управлять собой лучше, чем он Николай управлял ими. Он знал, что сколько он не дарил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. Пойдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды, волоса на висках и на кладку на теме, Николай, вот в груди, в усы, прямо пошел в кабинет, где принимали скотланы. Первым был принят Чернышов. Чернышов тот же по лицу, а главное глазам Николая, понял, что он был сегодня особенно не в духе, и, зная его вчерашнее похождение, понял, от чего это происходило. В холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышова, Николай уставился на него своими безжизненными глазами. Первым делом в докладе Чернышова было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников. Николай, молча, сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками с одним золотым кольцом на безымянном пальце листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не сводя глаз с олба их охлача Чернышова. Николай был уверен, что воруют все. Он думал, что должен теперь наказать интендантских чиновников и собирался отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, кто придут на их должности делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать. И как это не надоело ему, он добросовестно исполнял эту обязанность. «Видно в России один только честный человек», – сказал Николай. Чернышов тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрить бы он улыбнулся. «Должно быть так, ваше имя?» «Оставь», – сказал Николай, – «я положу резолюцию». После этого Чернышов стал докладывать о перемещении войск. Николай кратко и решительно распорядился о перемещении двух дивизий прусской границы. Николай никак не мог простить прусскому императору, дарную им после революции 48-го года, конституцию. И потому, выражая шутку самые добрые чувства в письмах и на словах, считал необходимым на всякой суду лучей держать войска на прусской границе. Войска эти необходимы были на то, чтобы в случае возмущения народа Пруссии Николай везде видел готовность к возмущению выдвинуть их в защиту престола Шурина, как он выдвинул войско, в защиту Австрии от революционных венгров. Необходимы эти войска на границе были еще на то, чтобы придавать весу и значение своим советам прусскому краю. Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я, опять подумал он. Ну, что еще? спросил он. Фельдегер с Кавказа, сказал Чернышов, и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Ходжемурата. Вот так, сказал Николай, хорошее начало. А чем это план, составленный вашим величеством, сказал Чернышов, начинает приносить свои плоды? Эта похвала стратегическим способностям Николая была ему особенно приятна, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, но в глубине души сознавал, что их не было. И потому ему хотелось теперь слышать более подробные похвалы себе. Ты как же понимаешь? Понимаю так же, что если бы давно следовали плану вашего величества постепенно, хотя и медленно, двигаться вперед, вырубая леса и уничтожая припасы, то Кавказ давно уже был покорен. Выход Ходжемурата, я отношу только к этому, но он сам понял, что держаться им уже нельзя. Правда, сказал Николай, несмотря на то, что план медленного продвижения вперед посредством выруки лесов и истребления подовольствия был планом Ермолова и Вильяминова, совершенно противоположный план Николая, по которому нужно было в раз завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников, и по которому в 45-м году была предпринята инская экспедиция, стоившая стольки людских жизней, несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось бы, для того, чтобы верить в то, чтобы план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, нужно было скрывать, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная действительности лесть окружающих его людей довела его до того, что он уже не видел своих противоречий, не сообразовал свои поступки и дела с действительностью, с логикой, даже с простым, здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленно, жестоки и не согласны между собой, становились осмысленны, справедливы и согласны между собой, потому только, что он их делал. Таким образом, он распорядился и о судьбе студента медико-хирургической академии. Дело было в том, что молодой человек, два раза не выдерживший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезноднервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочиненный ножик и в каком-то припадке иступления бросился на профессора, нанеся ему несколько ничтожных рак. «Как фамилия?» – спросил Николай. «Пжизовский». «Поляк?» «Польского происхождения и католик», – отвечал Чернышов. Николай наткнулся. Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему нужно было быть уверенным в том, что все поляки – негодяи. И он считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им. «Подожди, немного», – сказал он, закрыв глаза и склонив голову. Чернышов знал, слушай, это не разу Николая, что когда ему надо было принять решение по какому-нибудь важному вопросу, ему нужно было только сосредоточиться несколько, и тогда решение на него находило какое-то наитие. И решение само собой составляло самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы, которое в нем расширилась, историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком. «Заслуживает смертной казни, но, слава Богу, смертной казни у нас нет. И мне вводить ее, провести 12 раз скрой с тысячу человек, Николай, подписал он своим неестественным огромным ростчатом. Николай знал, что 12 тысяч шпиц-руканов была не только верная мучительная смерть, но и излишняя жестокость, потому что достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни. Да вывести всех студентов на плац, что вы присутствовали при наказании, прибавил Николай. Инполезно будет. Я выведу этот революционный дух, вирус корнем, подумал он. Слушаюсь, сказал Чернышев, и, помолчат несколько, и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу. Так как прикажется написать воронцову? Твердо держатся мои системы разорения жилищ и уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набег. А почему ратин, что прикажете? Да ведь воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе. Не рискованно ли, спросил Чернышев, избегая взгляда Николая. Михаил Семенович, слишком доверчив. А ты как думал бы, резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение воронцова? Я думал, было бы безопаснее отправить его в Россию. Ты думал, насмешливо сказал Николай, а я не думаю и согласен с воронцовым. Так и напиши. Слушаюсь, сказал Чернышев и встав, стал откланиваться. Откланивался и Долгорубой, который во время всего доклада сказал только несколько слов о перенесении восьм на вопросы Николая. После Чернышева был принят, приехавший откланиваться генерал-губернатор западного края Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против взбунтовавшихся крестьян, которые не хотели переходить в православие, Николай приказал судить всех неповинующихся варенным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строку. Кроме этого, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, который напечатал сведения о перемещении нескольких тысяч душ государственных крестьян в Удевике. «Я это делаю, потому что считаю это нужно», сказал Николай, «а рассуждать об этом не позволяю». Бибиков понимал всю жестокость распоряжения о пунятах, которые не хотели переходить в православие, и всю несправедливость, переводы государственных, то есть единственных в то время свободных людей в удельные, то есть крепостные царской фамилии, но возражать было нельзя. Не согласиться с распоряжением Николая значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал с сорок лет и которыми пользовался, и потому Чернышов покорно наклонил свою черную сидящую голову в знак покорности и готовности к исполнению жестокой, безумной и нечестной высочайшей бои. Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с аквилетами, ординами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек, мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, стрепетом ожидая его выхода. С безжизненным взглядом, с выпеченную грудью и перетянутым и выступающим за перетяжки сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим и почувствовал, что все взгляды с трепетным подобострастием устремлены на него, принял еще более торжественный вид. Приняв новогодние поздравления, Николай перешел в церковь. Бог через своих слуг, так же, как и мирские люди, приветствовал и восхвалял его. И Николай принимал, как должное, хотя и наскучившее ему это приветствие, восхваление. Все это должно было быть, потому что от него зависело благогенствие и счастье всего мира, и как он не уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда великолепный расчастный дьякон провозгласил «Многое лето!» и герчи прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, увидел стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей. После обедни он пошел к интерфейце и в селийном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через армитаж зашел к министру двора был конскому и, между прочим, поручил ему из своих особенных сумм выдавать ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал мы в свою обычную кругу. Обед в этот день был в помпийском зале. За столом Николай рассказал о выходе Хаджи Мурата и что война кавказская теперь должна скоро окончиться в средстве его распоряжения о стеснении горцев вырубкой весов и системой укреплений. После обеда Николай ездил в балет, где в треком маршировали сотни обнаженных женщин. Одна из них особенно приглянулась ему и позвав плитмейстера Николай благодарил его и видел подарить ему перстень с бриллиантами. На другой день при докладе Чернышова Николай еще раз повторил свое распоряжение Вородцова о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи Мурат, усиленно тревожить Чечню на пятре и сжимать ее кордонной линии. И другой фельдгегель загоняя лошадей и разбивая в кровь лица ящиков, поскакал в тифлис. Хаджи Мурат, который я вам прочитал сейчас, была написана после того, как уже была закончена вся повесть Хаджи Мурат. В шесть лет писал Лев Толстой эту повесть, после большого перерыва в писании художественных произведений он совсем нашел от этого и только в 1896 году обратился вновь к художественной прозе Хаджи Мурат. Шесть лет писалась повесть и еще два года писалась эта голова о Николае первым, которую Толстой посчитал необходимым добавить в повесть. Это вставная новелла, повесть могла обойтись без нее, но Толстой могла без нее обойтись. Ему хотелось высказаться о Петербурге, о самовласти, о самодержавии и выразить свое отношение к этому. Закончена глава была в 1904 году и после этого ничего художественного Толстой не писал во свои следы еще в течение шести лет. Писал только философские, религиозно-философские статьи, откликался на события истории российской на его глазах происходившей. Программа новая, трудная, потому что проза Толстого в этой главе Петербурга для меня производила впечатление нерукотворное. По крайней мере, производила впечатление, ну, что это компьютер скампоновал. философские, потому что там нет ни одного пустого слова. И фразы длинные, и они настолько насыщены смыслами, такими бусинками, такие бусы, и что такое ощущение, что этот человек не может, мозг это не может так насыдить, так, так, во-первых, информативно, так полно, ведь глава короткая, 12 страниц, а в ней гораздо больше содержали, чем может уместиться, казалось бы, человеком на 12 страницах герста.